С вами снова Кутан, это, хотел бы сказать, обзор, но нет. У меня для вас хорошая новость. Заканчивается 2015 год и, наконец-то, заканчивается пятый сезон. Пятый сезон для меня, как для игрока и как для человека, который делает контент, был ужасен. А впервые за все время, что я играю в League of Legends, мне было искренне скучно. И были мысли, что играть я больше не хочу. Единственное, наверное, что меня держало и удерживало, это надежды на то, что будет лучше и люди, которые меня поддерживали на каждом стриме. Заходили, писали, общались и людям нравилось даже то, что я делал в этом сезоне. Спасибо. Случилось чудо? Чудо пока маленькое, чудо пока только зарождается, но тем не менее. Патч 5.24 это лучший патч, наверное, за месяцев 8, я скажу. Мне было искренне приятно играть. Я получал удовольствие от каждой игры в плане того, что происходит в игре. Не в плане единичных людей, которые там играли в одной и в другой команде плохо. Нет, а в плане того, во что превращается League of Legends. Новый мастерис, новая итомизация, новый баланс. Это реально было круто. Ну и есть круто. Посмотрим, конечно, что будет в шестом сезоне, но это навело на меня оптимизм. Следующий момент. О чем же видео? Видео, наверное, о том, что я хочу сделать в 2016 году и в шестом сезоне. Так как пятый сезон для меня прошел в состоянии тотальной гибернации. Я сейчас вам покажу, о чем я говорю. Посмотрите на видео, которое я записывал. Большинство видео идут, ну вот кроме дня флэша на Старладдере. Большинство видео это видео о патчах. И только в самом начале пятого сезона, ну или скорее в серединке, были ренгеры, было видео по ренгеру, было видео по Еве. Совершенно маленькое количество видео, которые рассказывают о мете или каких-либо идон. Большинство в своем это были видео просто с обзорами патчей. И да, они все еще сохраняются. Видео с обзорами патчей и вполне возможно неделю спустя будет. Но мне просто было неинтересно писать видео. То, что я видел в играх, когда ты записываешь видео, и это видео не держится даже два патча, это просто неприятно. Да, вы можете сказать, ну так липай каждые два патча новое видео, потому что происходит в мете по новым персонажам. У меня подход к геймплею и к персонажам другой. Мне, чтобы рассказать о персонаже, нужно очень много времени. Я должен его полностью изучить и начать на нем играть так, как я бы хотел, чтобы играли на нем все. То есть, кто попадается ко мне в команду, кто попадается против меня. Вот мне хотелось бы, чтобы они играли так, потому что это, наверное, правильно. Я могу так, знаете, сказать с 99%, что вот, этот билд, этот плейстайл, эти мастерис руны и так далее, они правильные. В этом сезоне у меня просто такой возможности не было. Каждые два патча выходило новое ОП, там, Сиджуани, Ренгеры, Евы, потом, может быть, какие-нибудь Лисины, еще что угодно. Каждый патч что-то изменялось. Мне было плохо. В этом сезоне, ну, скорее, в шестом сезоне, я хочу сделать видео, которое, я считаю, было у меня лучше. Да, их было четыре. Как подняться в соло-ку. Первые три видео были... Они все были разные. Но мне больше всего, я скажу честно, понравилось последнее видео, как подняться в соло-ку, которого, кстати, в пятом сезоне не было. Как раз по той же причине. Я хочу записать, как подняться в соло-ку 5. Да, я хочу найти момент, когда металл стаканится, и записать видео. Видео хорошее, видео по-настоящему правильное, которое, знаете, это меткая и прува лоткова тона. Но для этого, естественно, нужно найти момент. И я бы очень надеялся, что игра пошла бы по пути, вот как было в первых четырех сезонах, а не с каждым изменением баланса в каждых трех патчах. Да, вот такое видео хотел бы записать. Это, наверное, мой главный такой вот в плане контент-мейкера идея. Самое главное, как подняться в соло-ку. Второй момент, который я, наверное, обязан сделать. Я хочу взять на U-West, прокачать два аккаунта, не один, а два аккаунта, в мастер 300 или 400 ПТС. Выше я не попаду. То есть, я адекватно понимаю свои возможности. Я не попаду в вот эту вот прослойку, которая прямо перед челленджером. Я не попаду ни при каких слоях, просто потому что моя механика в разы хуже будет, чем у этих людей. Но вот этот вот момент я хочу сделать. И нет, почему два аккаунта? Иногда бывает такое, что одному аккаунту везет, другому не везет. На одной роли. То есть, опять же, я не собираюсь менять свою роль. Это будет сделано на роли лесника. И, естественно, если там будет попадаться другая роль, то я буду это делать на другой роли. Ну, знаете, чередовать. Но в целом, да, на леснике 300-400 поинтов в мастере. И желательно эту планку как можно дольше удерживать. То есть, я понимаю, что баланс будет, естественно, меняться. Пики, которые я буду наигрывать, они будут меняться. То есть, для меня наиграть один пик для того, чтобы играть на высоком уровне, это долго. Но, да, вот это бы хотелось сделать. Следующий момент по видео. Видео я бы хотел выпускать такого же плана, то есть, обзор патча и неизменение меты. Я, наверное, с метой в этом сезоне очень много говорил о ней. Скорее, я бы хотел точечные делать видео, то есть, с обзором различных персонажей, итемов или вещей, которые я вижу, что сильны. То есть, где-то видео в целом будут по минут 10 частенькие. То есть, такие частые видео. Вот, например, мне понравился там Arden Sensor. Я покажу, как его использовать и когда его использовать. Опять же, никакой графики в видео не появятся. То есть, для меня это всегда было таким табу. Мне это неинтересно. Я не хочу никакие видео вставки делать. Просто стандартные видео с моими наблюдениями об игре. Это именно то, что я делал на протяжении всего своего YouTube канала, кроме как раз пятого сезона. Плюс к этому, некоторые видео, конечно, по мете я бы хотел выпускать. Не какие-то, знаете, рассуждения, что сделали Риоты плохо, что сделали они хорошо и так далее. А просто констатация фактов. То есть, я вижу в Солоку такую тенденцию. И вот эту тенденцию я буду рассказывать и объяснять, почему она происходит. Следующий момент мне буквально как раз на днях написал человек. В общем, там предложение было, аналогика такая, типа комментировать ЛКС. Нет. Вот этого я могу сказать точно нет. Комментирования ЛКС не будет. Почему? Мне он не интересен именно регулярный сезон ЛКС. Естественно, когда будут финалы ЛКС, то есть европейского, это будет оговорено. Потому что мне интересно, кто выиграет и как выиграет. То, что происходит в сезоне с этими бесконечными трансферами, с совершенно новыми людьми, которых я никогда не знал. То есть, я понимаю, например, вот Фрогенс, которого я вижу там с первого сезона. Вот там, например, какой-нибудь, давайте скажем, Даймонд Прокс. То есть, я этого человека видел в играх на про-уровне много-много лет. Он мне относительно интересен. А то, что там каждый сезон изменяются, приходят новые корейцы во Фнатик, или там новые турки, еще куда-то. Мне это реально по барабану. Этого точно не будет. Следующий момент. Будут ли веселенькие такие, знаете, комментирования, например, в финалах Старладер и так далее. Только вот, ребят, здесь я ничего обещать не буду, не могу и не хочу. Если будут, значит будут. То есть, посмеемся вместе, посмотрим, во что у нас превращается Лига Флаженс в СНГ. Я слышал, там русский ЛКС будет. Да, это будет. Будет ли это всегда и стандартно, стабильно? Нет, естественно, не будет. Здесь я ничего обещать не хочу. Дальше про стримы. Будет ли увеличиваться количество стримов? Нет. То, сколько я стримлю сейчас, меня устраивает на 250%. Меня многие просят, послушай, а ты мог бы постримить там побольше и так далее? Нет, я бы не мог. Для меня то, что я делаю в плане Лигу Флаженс, это отнимает очень много времени. Да, там стримы у меня идут максимум 5, ну максимум 6 часов, там, например, 4 раза в неделю. Для меня это уже сложно делать. Не в плане того, что мне вот играть неприятно, мне сейчас как раз играть приятно, а в плане того, что времени не хватает. То есть, стримы, они отнимают много энергии. Если я смогу стримить больше, я буду стримить больше. Но, на мой взгляд, то, сколько я стримлю сейчас, это нормально и рвать себя я не буду. У меня очень много дел, и там, учитывая, что я еще хочу видео какие-то писать. В общем, со стримами, ребят, стримов будет ровно столько же. Единственное, что я могу обещать, это будет, естественно, зависеть от того, что будет происходить в игре. Но, если игра будет продолжаться играться, вот как сейчас на патче 5.24, и будет идти в правильном направлении, и с каждым патчем игра будет становиться лучше, то и, наверное, стримы будут лучше. Потому что, искренне, 5 сезон это был провал. И есть люди, которым он нравился. Люди, которые, например, начинали играть, или, ну, тут понравился чем-то 5 сезон людям. Да, вот, например, их персонажи тащили, или еще что-то, или вот им нравился этот метод. Для меня происходило тотальное отторжение. Ничего с собой поделать не мог. Это было ужасно. Сейчас, ну, можно было бы еще получше, но уже приятно. Так что, в принципе, это все, что я хотел сказать. Если вы хотите мне задать какой-то вопрос, вы можете задать вопрос мне или под видео здесь, на YouTube. Я обязательно отвечу. Я обычно не отвечаю, потому что не читаю, но в этот раз я отвечу. То есть, обязательно отвечу. Можете задать вопрос во Вконтакте или же на стриме. То есть, в этот раз я отвечу всем, если вас интересует что-то адекватное. Так что, и нет, я не знаю, что с клопиком. Все. Всем спасибо за просмотр. Встретимся, надеюсь, завтра. Я приболел. Приболел, ну, так, неприятно. Но, надеюсь, что завтра встретимся и, в общем, постримим. Так что, спасибо за просмотр. С вами был Коутон и все ждем 6 сезона.